Сегодня в стране всплеск интереса к футболу. Практически во всех регионах открываются новые детские секции. А пример для подрастающего поколения, конечно же, наши футболисты, которые показали на чемпионате мира отличный результат. Эдуард Безуглов – главный врач сборной России. Сегодня он раскрывает секреты правильного питания юным спортсменам, которые приехали для участия в футбольном фестивале. Тренерским составом отдельный разговор. Именно они в ответе за самочувствие своих подопечных. Все это бесследно не проходит, поэтому за качеством того, что мы едим, следить надо прежде всего самому спортсмену. А если мы говорим про юных спортсменов, следить должны родители, ну и тренеры, потому что их вариантов нет. Сами тренеры на этой встрече открыли для себя много полезной информации. Ведь контроль за питанием спортсменов – это не только их здоровье, но и увеличение шансов на победу. Узнали, наверное, что мы вообще делаем не так родители по отношению к своим детям, не только в питании, но и в принципе. Узнали, наверное, в каких дозах, как правильно давать какие-то продукты, что мы делаем так, что делаем не так, про витамины. И вообще очень много для нас оказалось такого неожиданного. Впрочем, питание – это не единственная проблема развития молодежного футбола. Катастрофически не хватает опытного тренерского состава. Зачастую с ребятами тренируются обычные энтузиасты, не имеющие специального образования. Впрочем, Анапа в этом отношении находится на выигрышной позиции. Спортивные школы-курорта уже успели заявить о себе. Если раньше они были олсайдерами наших турниров, то сегодня и железные середняки, а некоторые команды выступают и успешно в этих соревнованиях. Играют тут команды разных возрастов. Потом, если раньше, ну, как правило, это была одна команда Анапы, может быть, одна команда Витязева, то сегодня две команды играют Анапы, и две от Витязева играют. Значит, можно судить, что стало больше желающих заниматься футболом. Это приятно. У нас в стране футболом занимается 2,7 миллиона человек. Из них, подавляющих просто, это дети. В России 12 тысяч тренеров. Из них только 2 тысячи имеют лицензию категории С. Остальные работают без лицензии. То есть это одно из направлений, в котором можно работать, для того, чтобы получать качество образования, качество оказания услуг в этой сфере. Другим очень важным моментом является, конечно, недостаточная инфраструктура. У нас есть много регионов, где просто физически нет полей, в которых можно достойно проводить тренировочный процесс. Ну, это те точки, от которых мы можем опираться, двигаться дальше. В завершении встречи известный шеф-повар Ефим Дьяченко провел с юными участниками конференции необычный мастер-класс по приготовлению вкусной и здоровой пищи. Причем в роли поваров выступили сами юные футболисты. Руслан Душевский. Анапа. Регион.